Всем привет, мои дорогие друзья! Продолжаем проходить нашу карьеру в FIFA 22. Сегодня у нас финал, и будет интересно. Поехали смотреть! Сейчас мы видим с вами, что у нас впереди тренировочка. Я ее, конечно, пройду, но за камдером не думаю, что кому-то интересно это будет смотреть. Так, тренировку мы прошли. Тонус приподняли и двигаемся дальше. Заходим в состав и меняем состав на 3-5-2. На 3-5-2, то есть удержание в центре. Делаем и меняем тактику. Здесь мы по всей ширине выставляем 45. Глубину оставляем 60. Розыгрыш мяча оставляем как есть. Голевые моменты меняем на прямые пасы. Здесь по всей ширине выставляем также 45. Игроки штрафной ставим на 50. Угловые и штрафные удары оставляем в третьем положении. Заходим в задачи и в задачах меняем у игрока Дисильвестера на вернуться в защиту. То есть, чтобы возвращались они в защиту с середины. Если вдруг прошло центр, то они будут возвращаться в защиту. И с Ордиана меняем. Также на вернуться в защиту. Все это дело мы сохраняем. И все, друзья. Начинаем финал за нашу команду. Мы выиграли у Астон Вилли. В полуфинале мы сыграли с Валенцией. Матч был тяжелый. Реально тяжелый, друзья. Ну, просто... Как говорится, джойстик можно было разбить. Нервы так сдавали, что ужас просто. Так как команда была, соответственно, она не простая. Но все равно мы ее победили. И вот, как вы сами видите, финал у нас. Вкратце мы его сейчас посмотрим. Голевые моменты. Когда нам забили, когда мы забили. Когда могли забить нам и мы. И так далее. И чем он закончился, соответственно. Давайте это все дело посмотрим. Матч был тяжелый. Но очень интересный, боевой такой, знаете. Реальная борьба была. Погнали смотреть. Выходим на поле. И так, финал. Финал, друзья, финал. И это Болония против Лидс Англия. Болония Италия против Лидс Англия. Мы, Георгий Черданцев и Константин Генич. Продолжаются предсезонные турниры. И финал одного из них мы увидим сегодня. Интернешнл Кап вашему вниманию. Это Болония против Лидс Юнайтед. Хороший предсезонный турнир получился. Организация оказалась на высочайшем уровне. И в таких условиях готовится к сезону одно удовольствие. Работы команды, конечно, проделали море. И сегодня разыграют трофей этого предсезонного турнира. Да, в Болонии защита хромает. Надо больше тренироваться. Молодец. Словно приклеился к перчаткам. Молодец, взял мяч. Надо больше тренироваться, друзья. Больше тренироваться надо. Так как защита, конечно, хромает. Ай-яй-яй. У-ю-ю, как повезло. Так, вот. Здесь бы навес неплохо был бы. А нет, навес. Распасовка, югал. И... Блин, думал, что гол уже забили. Ай-яй-яй. Тренер нервничает. Даллас. Ух ты, какой удар. Какой красивый удар. И опять защита. Проворонила, проворонила защита. Опять защита. Такие моменты нельзя упускать. Могут быть забиты. Опа, прорвался. Ну и... Ну, бей. Ах, блин, ним опять. Ай-яй-яй. Чуть-чуть, чуть-чуть, драть не хватило. Чуть-чуть. Чуть-чуть, да. Но все равно, в принципе, воротарь бы взял бы мяч. Оп, так. Навес. Тащит мяч вперед. Не. Распасовка. И бей. Ой, красиво. Молодец. Молодчинка. Есть 1-0. Красота. Да, друзья, мы ведем. Мы ведем 1-0. И это очень большой плюс. Давайте посмотрим повтор. Как оно вышло. Сейчас с другого ракурса покажут. И... Брависсимо. Молодец. Тренер поздравляет команду. Ой-ой-ой, аккуратно. Ух, молодец. Отбил. Защиту по кругу стоит. И есть на фланге игрок. Вот, проворонили. Ай-яй-яй-яй. Все, гол. Бляха-моха. 1-1. На последней минуте первого тайма. Ай-яй-яй. Даллас, конечно, молодец. Футболист хороший. Но... И мы от него пропустили. Так, давайте сделаем замену. Давайте замену вот этого поменяем мы. Сильвестре поменяем. На кого здесь можно поменять. Да, на Олсена давайте поменяем. И, наверное, поменяем, да. Его поменяем на... Так, кого ж тут можно... Вот, да. На него поменяли мы. Давайте все-таки схему изменим на атакующую. 4-4-1-1. Поменяем схему, а тактику оставим. Так, погнали. Две замены произвели. И... Катают они мяч. Ой-ой-ой-ой, хуй. Повезло опять. Нельзя такие моменты давать бить. Нельзя, ребята. Опять догнал, догнал. Догнал, молодец. Догнал. Пошли, вперед. Надо второй гол. Забивать. Айф подкате выбили. Яй-яй-яй, Даллас. Нет, только не... Ух, повезло. Как хорошо. Что он ударил выше ворот. И так бы... Уже бы мы проигрывали. Нельзя. Так, пошли вперед. Пошли, 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 ребята. 18 минут осталось играть. Пошли. Вперед, вперед, вперед. Сорян, отдай пасик. Отдай. А, хорошо. Там штрафной пропускает. Не дает свисток. Удар и гол. Отлично. Какая же это красота. Посмотрите. Сразу ответку мы сделали. Ответный матч. Сразу ответочку. Херяк. Ты не забиваешь, так тебе забивает. Отлично. Да, в дальний угол. Как и в прошлый раз. Так, давайте сейчас сделаем замену, потому что он вообще уже никакой. На кого поменять? Неман даже на кого менять? Нету у нас. Ай-яй-яй. Плохо. Надо. А давай на этого поменяем. Правда, у этого защита, видите, 74, у этого 75. Ну ладно, давайте. Пробуем этот. Вариантов у нас нет. Пускай будет этот у нас. И все. Погнали. Так, держим, держим, держим. Ух, штанга перекладина. Повезло. Молодец, воротарь. Не стоит он своих денег, друзья. Стоит денег он стоит. Помните, да, я показывал его сцену в начале карьеры. Удар. Неплохой удар. Еще один удар. Мы видим, что возникает тестер для несовершеннолетних. И все, 90 минуты. И только не пропустите. Ох, молодец. Выбивай куда-нибудь подальше. Все, финальный свисток. Да, финальный свисток, друзья. Это победа. И это победа. Трибуны танцуют, радуются все на трибунах. Прыгают, скачут. Болельщики довольны. Теперь команда приглашается на награждение. Ага, сейчас будет награждение у нас. Кто ж кубок возьмет, интересно. Кто кубок возьмет? А, Сориана берет кубок. Капитан команды. Кубок берет. Да, ух, как круто. Да, молодцы, друзья. Молодцы. Тяжело вам вырвать было эту победу. Но вырвали вы ее. Так, давайте посмотрим общие сведения. Итак, успешных обводок у нас 79%, у них 96%. Точность ударов у нас 50%, у них 44%. Точность пасов у нас 80% и у них 93%. Владение мечом 40 на 60%. То есть, владение мечом у них лучше. Ударов у них 16%, у нас 4%. Ожидаемые голы у них выше. 5,9% и у нас 1,4%. Пас у нас всего-навсего 65%, у них 151%. Давайте более четче посмотрим. Владение у нас 37%, у них 63%. Все показатели того, что они лучшие. Вот можно даже посмотреть в первом тайме. В каждом тайме... В первом тайме точно у них вот 71, 79, 63%. Почти в два раза они лучше играли, владели, вернее, мячом. Во втором тайме уже мы начали владеть мячом. До 75-й минуты включительно. Потом, конечно, они обострились после гола. Получается, да, после гола они обострились и начали атаку. И... У них больше держался мяч. Так, по ударам. Точность ударов 50, у них 44. Всего ударов было у нас 4, у них 16. Два удара в створ в ворот, у них 7. Два удара мимо. То есть четырех ударов, два удара в створ в ворот и два гола. То есть вы понимаете, да, друзья? То есть 4 удара, два из них створ в ворот и они поймали свою цель. Это означает то, что у нас хороший форвард. В этом не отнять. Удар головой у них, у нас вообще ударов не было. Удар слета у них тоже был один. В принципе, внутри штрафной 4 удара по гола наших. У них 8 ударов, 1 гол. Все-таки наши лучше играют форварды. Передачи. Точность пасов у нас 80%. У них 93. И здесь они лидируют. Защита. Конечно, защита у нас хромает. У нас 11% успешных отборов, у них 67. У нас защита хромает и хромает очень и очень сильно. Надо больше тренировок в защите, надо больше тренировок. Ну, со временем, соответственно, натаскаем. Ну и события, которые произошли. Ранатович забил 2 мяча. Молодец. И вывел команду в финал. Вернее, выиграл в финал. А у них Даллас 1 мяч забил. Так, друзья. Победитель поздравляем. Спасибо. Итак, друзья. Вы все увидели. Как мы сыграли в финал. Отсчет после финала. В следующем видео мы расскажем и покажем финансовую часть. И не только. И начнем играть за чемпионат Италии. И там будет очень и очень интересно. Я думаю. Чемпионат Италии с хорошими командами. Будет круто. Все, друзья. Всем спасибо, кто смотрел. Кому понравилось, ставьте лайк. Кто впервые на канале, подписываемся. И до новых встреч. Пока-пока.